Здравствуйте, в прямом эфире радиостанции Эхо Москвы в Уфе, программа персонально ваша. У микрофона Руслан Валиев, рядом со мной в студии политтехнолог Андрей Патолицин. Здравствуйте, Андрей Сергеевич. Добрый день. Я напомню слушателям про трансляцию в Ютьюбе, где можно нас смотреть, можно общаться между собой, присылать вопросы с помощью чата. Также у нас ведется видеотрансляция в Одноклассниках, вот так вот мы с некоторого времени экспериментируем. И номер для смс, ватсап и телеграм сообщений у нас работает. Плюс 7 927 304 10 51. Напишите вопросы и представляйтесь. Ну, начнем, наверное, с темы, которая последние две недели являются ключевой и даже вышла за пределы республики, поскольку напрямую связана с общей федеральной повесткой преследования инакомыслящих. Я имею в виду обыски и последующий арест экскоординатора, признанного экстремистским в России, штаба Навального в Уфе Лилии Чанышевой. Вот-вот мы ждем апелляции по решению Кировского райсуда, но я думаю, у вас, как и у многих других, особой иллюзии нет? Да, иллюзии на этот счет нет. Я имею в виду результат апелляционной жалобы. Скорее всего, конечно, она будет отклонена. То есть, сразу было понятно, что концепция суда и принятие решения в мере пресечения, конечно, на мой взгляд, суд находился под давлением следственной группы из Москвы. И, соответственно, решение было предопределено. То есть, по поводу заключения под стражу. Потому что цели и задачи этого процесса, я уже об этом говорил как-то, и многие тут начали меня бросать тухлыми помидорами, но нужно трезво смотреть на вещи и понимать цели и задачи следственной группы, которая приехала за Чанышевой. По сути, ведь речь не идет о локальном региональном процессе, речь идет о глобальном федеральном процессе, и Чанышева, судя по логике следствия, занимает там какую-то существенную позицию, и, соответственно, она им нужна в Москве, в СИЗО и для следственных действий и так далее. То есть, тут иллюзий никаких не должно быть. То есть, вы согласны с теми, кто считает, что республиканская администрация здесь вообще ни при чем? Просто есть другие, кто говорит, что это месть Хабирова. Да-да-да, я тоже слышал об этом, что вот там месть Хабирова и что Хабиров. Ну, Хабиров, безусловно, по-человечески рад этому событию, потому что, ну, он, будучи человеком очень обидчивым и впечатлительным, он, конечно, затаило там обиду на Чанышеву за эти истории. Обидчивым, но кровожадным ли? Наряды коренной Хабировой, но насчет кровожадности я пока не сделал однозначного вывода в отношении Хабирова в части его кровожадности, но то, что он мстительный и злопамятный, это точно. Соответственно, конечно же, это не было сферой его компетенции, там, задержание Чанышева и вот формирование вот этого нового дела Навального. Ну, как сказать, по совокупности событий он, конечно, доволен этой ситуацией, это понятно. То есть, ну, не могу сказать, что это была его инициатива, его месть Чанышевой, там, за какие-то башкирские дела. Один из ваших долговременных оппонентов и, по сути, соратников Радия Хабирова, который, правда, отошел от дела, Ростислав Мурзагулов, высказался в поддержку Чанышевой. Это доказывает вот эти самые разногласия между ними, которые произошли и, в общем, вышли на свет Божий, скажем? Вот о поддержке Чанышевой и о этой вот волне поручительств хотелось бы отдельно поговорить. Надо отделять мух от котлет. Во-первых, те, кто хотят похайповать на этой теме, они с жаром за это принялись, невзирая на то, что еще вчера они там поливали грязью ту же самую Чанышеву, я имею в виду непосредственно самого Мурзагулова и так далее. Очень модно сейчас стало вот в этой тусовочке, там у нас и Наташа Павлова, и Мурзагулов и прочие-прочие, все стали, значит, поручаться за Чанышеву внезапно, значит, требовать ее освобождения и так далее. Я не говорю о том, что этого не нужно делать, я говорю о том, что выглядит это достаточно, ну, не искренне на самом деле. Ну, по крайней мере, в устах вот этих персонажей, перечисленных мною. А то, что люди поддерживают Чанышеву и требуют ее освобождения, я считаю, что это очень правильно. Вот я вчера, сегодня разговаривал с людьми, самые неожиданные люди, ну, для меня, по крайней мере, люди, которые не принимали участие вообще в политической жизни, высказываются и там подписывают петицию, там, кто-то там отправил там на электронную почту вот это поручительство и прочее. Это хорошо, это замечательно, потому что лично я оцениваю вот эту вот санкцию в отношении Чанышевой как абсолютно избыточную. Ну, то есть, это абсолютно избыточное давление, избыточное воздействие на человека, то есть, не обсуждая ее причастность там и виновность по уголовному делу, которое вот, ну, возбуждено, то есть, как принято говорить, там, суд покажет, да, то есть, наверное, хотя доверия этому суду все меньше и меньше. Но я, со своей стороны, скажу, что я тоже считаю избыточным арест, увозить в Москву, там, и прочее, прочее. То есть, в принципе, можно было обеспечить возможность там явки для дачи показаний и прочее, прочее. То есть, ну, у нас, в конце концов, вот, Беляев сидит дома, почему-то это можно, а ей нельзя. Очень странно. Но сказать, что это исключительно преследование по политическим мотивам, вы тоже пока не можете, да, получается? Нет, я однозначно считаю, что это преследование по политическим мотивам, конечно. То есть, и преследование на самом высшем уровне. Это как раз-таки здесь ни Хабиров, ни никто ни при чем. Вот сейчас немножечко попытаемся разобраться, почему Чанышева, но я хотел бы все-таки отдельно, вот вы упомянули, помимо Мурзагула, Павлова, но ведь Павлова, она последовательно, в общем, ну, если не являлась сторонником Навального и его адептов здесь, то все равно, как бы, в целом, поддержку она высказывала и в адрес Лилии, и это было до последних событий. Но в случае с Мурзагуловым получилось. Ну, с Мурзагуловым, господи, ну, Мурзагулов, это человек, который, ну, на мой взгляд, вообще, в принципе, не достоин того, чтобы обсуждать его морально-этическую, его конструкцию, ввиду, видимо, полное ее отсутствие. Нет, с Наташей Павловой, если уж угодно обсуждать ее персону, я не склонен этого делать в деталях, но я просто закруглю эту тему, скажу, что я, в принципе, не доверяю людям, которые хотя бы там минуту работали на Игоре Стрижнево, соответственно, как бы эти люди не могут быть в моих глазах искренними и, как бы, ну, правдоподобными в своих политических высказываниях. Ну, издатель и журналист издания, это же разные вещи. И тогда я тоже работаю на «Газпром». Это еще более широкая тема, но я еще расскажу, это моя личная точка зрения, то есть я не доверяю Наташи Павловой. Ну, с таким же успехом я работаю на «Газпром». Ну, давайте не будем расширять круг этих предположений. Конечно, да, и вы работаете на «Газпром». И это тоже меня смущает. Все-таки. Конечно. Хотя вы знаете, что это никак не влияет на нашу редакционную политику. Я очень надеюсь на это. Хорошо. Возвращаясь к Чанышевой, выбрали ее в качестве объекта, который окажется вот под таким серьезным преследованием. Она первая и пока единственная среди региональных координаторов. Почему так случилось, на ваш взгляд? Ну, тут надо отталкиваться от логики, ну, предполагаемой логики следствия. То есть, все-таки здесь есть практически, так сказать, мотивы, да, то есть, ну, действительно, почему именно Чанышева, да? То есть, девушка плетет макраме, вышла замуж, там, собирается родить ребенка. И объявила об уходе из политики. Объявила о том, что она уходит из политики. Казалось бы, то есть, ну, смысла нет ее там, ну, я не беру расчет мотивы, там, мстительности властей, да, то есть, что вот они там запомнили, затаили, там, решили все-таки отомстить. Вряд ли Чанышева такая уж фигура для того, чтобы ей мстить. Я вообще никогда не считал ее заметной политической фигурой, то есть, с точки зрения результатов и каких-то акций. Но по логике следствия Чанышева причастна к определенным процессам распределения финансовых средств штаба Навального. То есть, только этим я могу объяснить вот эту вот такую достаточно, ну, сложную и такую, как бы, непростую операцию, то есть, вот, увозить в Москву, значит, там, и так далее, то есть, приобщать ее к этому делу. То есть, вот это логика следствия. Так это или не так, ну, я не буду комментировать, как бы, вот, информацию о, там, финансовых процессах внутри штаба Навального, потому что, ну, судя по всему, эта информация во многом, там, лживая и недостоверная. Соответственно, отделить здесь зерна от плевел очень сложно, то есть, потому что очень много наслоений всевозможных рассуждений о, там, источниках финансирования, вообще, всего этого комплекса, вот, этих политических организаций Навального и прочее, то есть, там много и домыслов, и вымыслов, и прочего, то есть, и потом, ну, есть много информации, которую пока, пожалуй, что и не стоит обсуждать. Но, видимо, в логике следствия Чанышева, ну, им представляется, как крупная какая-то решающая фигура, собственно, для этого, наверное, ее и увозят в Москву, чтобы, там, каким-то образом добиваться от нее чего-то. Ну, и вопрос от слушателя, который по этой теме. Слушательница приводит в пример Игоря Савельева, вы, в принципе, упомянули, да, вот эту серию поручительств от различных лидеров мнения, но, насколько я понял, вы иллюзии не питаете, что эти поручительства на что-то повлияют? Ну, практика показывает, что они никогда ни на что не влияют. Ну, если уж заговорили про Игоря Савельева, то, ну, вот, к Игорю Савельеву я отношусь, ну, очень уважительно и считаю, что человек искренне, ну, вот, решил поддержать Лилию Чанышеву. Ну, он имеет на это право, он молодец. А вот, продолжая вопрос слушателя, простому смертному стоит это сделать? Ну, если вам душа велит, если вы действительно, понимаете, нужно вникнуть в слово поручительство. Вот, лично я не могу поручиться за Чанышева, потому что я с ней недостаточно знаком, чтобы за нее поручаться. Понимаете? То есть, поручительство – это очень личное взаимодействие. То есть, вот, поручиться можно за друга, за родственника, там, за жену, за мужа, да, то есть, в случае необходимости. Поручиться – это, значит, отвечать как за самого себя. Ну, да, но тут санкция 10 тысяч рублей в случае чего, если что-то не так пойдет. Ну, нет, мы давайте с морально-этической точки зрения рассматривать слово поручительство не с финансовой, там, и так далее, то есть, чем мы рискуем, да, в этой ситуации, а с моральной точки зрения. То есть, если человек за кого-то поручился, значит, он ему доверяет как самому себе. Так ведь? Вот, ну, и каждый для себя сам решит. Вот, доверяете вы Чанышеву как самому себе? Ну, окей, значит, поручайтесь за нее. Если нет, значит, вы сдержитесь. То есть, тут я советов таких давать не могу. Понятна позиция. Ну, если абстрагироваться вокруг этой темы, считаете ли вы, что это часть глобального продолжения закручивания гаек? Или это лишь отдельная линия по выдавливанию Навального и его последователей? Это неразрывные два процесса. То есть, это, да, глобальное закручивание гаек, и это, да, последовательное отношение в взаимодействии, в преследовании Навального и его движения, его вот этой организации. То есть, там, по разным подсчетам, от 600 до полутора тысяч человек в России, там, состояли непосредственно внутри этих организаций, то есть, этих штабов, да, то есть, вот эти люди, ну, следуя логике Путина и его, там, значит, режима, эти люди для них представляют непосредственную опасность. Вот здесь хотел бы ваше мнение, опять же, одно дело, условный Путин, да, который, в общем, прекрасно знает, кто его, там, враг номер один, а другое дело, многочисленные силовики, которые этим делом занимаются. Вот такая история, история Чианышева и других таких вот менее значимых персонажей. Все-таки, неужели это Путину интересно? Он же справился с главной задачей, и все. Ну, понимаете, тут, чтобы понимать логику Путина, и, коль скоро мы с вами за это взялись, да, за это неблагодарное дело, потому что по-настоящему в голову Путину может пролезть только Алексей Венедиктов, как известно. Больше никто на этой планете, да, еще ни разу не смог этого сделать. Но если мы пытаемся эту логику понять, ну, нужно немножко ретроспективу, окинуть взором ретроспективу того, как менялся Навальный, из кого и в кого он превращался. То есть является ли он сейчас угрозой для Путина. Да, сейчас он является угрозой для Путина, потому что в определенный момент его, там, упустили из виду, не придали значения, утратили над ним контроль в самом начале, то есть когда он еще был, там, каким-то, там, проектом Суркова, там, и прочее, прочее. То есть Навальный очень сильно изменился, и самое главное, что он сделал, он вышел из-под контроля вообще. Это первое. Второе, что да, он теперь концептуальная угроза для Путина. Потому что, ну, хотя бы потому, что он требует его смещения. И более того, не только смещения, но и последующего преследования. То есть, ну, такой человек, такая концепция, естественно, угроза для любого режима. То есть когда появляется человек или какая-то организация, которая требует не только смены власти, но еще и наказания, там, предыдущей власти, да, то есть, как бы, тут, ну, любой дрогнет, да. Особенно, когда это набирает обороты, и исследования показывают, что эта концепция имеет, ну, определенную поддержку у населения. То есть мы не можем говорить, что там Навальный это маленький кружок, вот каким он был еще там лет, ну, я побоюсь точно сказать, но 7-8 назад, наверное, он не выходил за рамки Садового кольца и был каким-то известным в Москве оппозиционером-расследователем, там, выяснял, какая Роснефть, там, чего где украла и чего там неправильно в аэрофлоте устроено. И буквально через некоторое время он вышел на федеральный уровень и вот стал таким, то есть это вот, ну, ему еще посвятят много исследований, каким образом это все могло случиться и как это все одно в другое превратилось, то есть, и что этому способствовало. Но, тем не менее, отвечая на ваши вопросы, я отвечаю, да, сейчас Навальный это угроза для Путина. И да, сейчас идет, как бы, борьба с его, там, концепциями, с ним самим, с его людьми и с тем, что, ну, как, к чему он призывает. Угу. Люди в разных городах и весях страны, в том числе в Башкирии, часть людей, как минимум, протестуют против коронавирусных ограничений в виде QR-кодов и прочего. На очень серьезном эмоциональном уровне записывают обращение прямо к Путину, да, и говорят, что нарушаются их конституционные права, подают в конституционные суды, обращаются к депутатам, чего только не делают. Вот это все, на ваш взгляд, является какой-то угрозой для федеральной власти, для региональных властей или совершенно бесполезное занятие? Ну, как некий комплекс общественного мнения, у нас в России вообще принято так полагать, власть всегда считает, что общественное мнение это угроза для власти. Почему-то. Вот. То есть, ну, власть, как правило, не умеет использовать общественное мнение в свою пользу и просто предпочитает с этим мнением бороться. В этом контексте да, конечно, угроза. Вот эта история с тем, как Госдума внезапно переместила законы о QR-кодах, вместо того, чтобы сейчас принять по-быстрому в трех чтениях, как у нас обычно бывает, даже с более дикими законами, внезапно вдруг закон отправлен был на обсуждение в региональные парламенты. Это вот случилось совершенно неожиданно, по крайней мере, для меня. То есть, я абсолютно был уверен, что в течение, там, суток-двух этот закон будет принят, и все, и мы заживем. И подписан ей Совет Федерации, да, и подписан, и всеми-всеми, там, значит, будет верифицирован. Нет. Вот это говорит о том, что, ну, какие-то данные появились о том, что вот в том виде, в каком он сейчас есть, его нельзя принимать, что нужно это разжевать, положить в рот, там, и еще подбавить немножко пропаганды, там, и добавить, там, Соловьева, еще чего-нибудь. На это все, чтобы, ну, немножко переубедить население, и, там, как-то все это сгладить. То есть, и в том числе нужно, ну, видимо, я не испытываю эллизии по поводу, там, региональных обсуждений, да, но, видимо, действительно, какие-то процессы будут сейчас в регионах, в части, вот, ну, разжевывания этих законов, и, может быть, даже что-то в них изменится. А разве есть шанс переубедить? Ведь уже пропаганда этим занимается довольно давно, и тут удивительным образом не работает она. — Одно дело пропаганда вакцинации, другое дело, как людям объяснить, что их ограничат теперь в правах, даже под благими предлогами. — Ну, скажут, вот, вы не послушались у нас по поводу вакцинации, вот, держите, пожалуйста. — Ну, понимаете, тут ведь возник некое противоречие, очень болезненное для нынешней власти противоречие. Долгие месяцы, может быть, даже целый год нам объясняли, как это плохо, QR-коды, грин-пассы и прочее, прочее, которые вводятся вот в этой вот загнивающей Европе, нам приводили это как негативный пример. Смотрите, как у них ограничивают людей. — А мы уже победили, у нас не хорошо. — Да, у нас-то все, мы, по словам Владимира Владимировича Путина, мы трижды победили ковид, как только у нас там необходимо обсудить изменения в Конституцию или провести выборы в Госдуму, мы побеждаем ковид. Ну, да ладно. Но мы долгое время, наша пропаганда, я имею в виду, объясняла, что вот эти QR-коды и прочие-прочие условности и разделение людей на какие-то вот эти страты привитых-непривитых, это плохо. И вдруг мы сейчас делаем то же самое. Вот этот парадокс им очень трудно преодолеть, на самом деле. Это, ну, ни одному, там, политтехнологу такая задача, наверное, не снилась вообще в самых страшных снах, как нужно опровергнуть самих себя в краткий период и сказать, что черное — это белое, а белое — это черное. Так что задача непростая стоит. — Но в краткий период, может, действительно у нас такого не происходит обычно, но если в длительный период посмотреть, то это у нас сплошь и рядом. — Ну, конечно, да, мы долго можем, если долгий период будет дан, мы убедим, что война — это мир, что черное — это белое, что голод — это сытость и прочее. То есть мы умеем такие вещи делать, потому что в России чудеса удаются такие. Но сейчас времени мало, видите, нужно быстро-быстро всех убедить. — Так, ну вот у нас совсем немного времени, хотелось бы ваш вывод по поводу того, кто в большей степени все-таки виноват в том, что у нас в стране происходит — власти вот с непоследовательной политикой или народ невежественный? Я сейчас утрирую, конечно, но вот примерно так. — Это и то, и другое. То есть и очень плохая пиар-компания, то есть она провалилась абсолютно, если речь идет о пиар-компании вакцинации, я имею в виду. Она полностью провалена и действительно подготовленная почва, население с падающим уровнем образования, с очень низким, падающим уровнем интеллекта, население верующее в вышки 5G и алюминиевые шапочки и прочее. То есть вот это все комплекс проблем. Но это электор от Путина. Тех, кого он готовил, те же они сейчас и среагировали на это все. То есть те вот эти благодарные слушатели и верующие в Крымскую весну и Путина спасители, они теперь оказались людьми, которые не хотят вакцинироваться. То есть вот парадокс-то в чем. — Хотелось бы к нашим темам. У нас в республике события происходят, даже кадровые, хотя вроде бы и выборы все уже позади, и вроде прогнозы сделали мы с вами, что все пока на этом. В частности, переход Азамата Абдрахманова с должности главы Ишимбайского района на должность руководителя аппарата правительства вызвал очень бурную реакцию соцсетей. Вы что по этому поводу думаете? — Я думаю, что это катастрофа. То есть, ну, кадровая катастрофа в таком чистом виде, то есть это хроники пикирующего бомбардировщика, как угодно. Ну, я очень беспокоюсь за сотрудников правительства, потому что если Азамат Абдрахманов окажется именно тем человеком, который был на этих знаменитых кадрах с горы Курштау, то они просто все сейчас там рискуют физически, потому что этот человек, если это он, то они в опасности. Ну, вот примерно такие мысли меня посвящают, но если серьезно говорить, то, ну, Хабиров исчерпал полностью кадровые резервы республики и уже, ну, окунувшись на самое дно, самое вот ильстое и самое зловонное дно этой емкости кадровой, ну, вот сейчас уже черпает оттуда вот самое забористое, самое душистое, что осталось. То есть вот Азамат Абдрахманов — это вот эти вот остатки со дна. Но это вы основываетесь вот на тех событиях, на Курштау или что-то еще? Нет, ну, я основываюсь на мнении жителей Шимбая, например, на многочисленном мнении. То есть жители Шимбая в ужасе от того, как была устроена власть в этом городе при Азамате Абдрахманове, и, соответственно, ну, вот, а они все-таки очевидцы этого всего, они ближе находятся к этому. Я основываюсь на том, что нельзя вести кадровую политику в крупном регионе, руководствуясь только земляческими принципами, да, то есть Шимбай у нас стал столицей республики Башкортостан, судя по всему, туда, наверное, стоит переместить знаменитый памятник Салавату Юлаеву, туда же мы должны переместить монумент дружбы и вообще сделать Ишимбай столицей республики, потому что мэр Уфы у нас еще из Ишимбая, руководитель аппарата правительства у нас из Ишимбая и еще очень много людей из Ишимбая. Что это за аномальная зона, да, что за аномальная зона, что за излучение там присутствует, что там рождаются именно талантливые управленцы, именно гениальные, значит, руководители и прочее, прочее. Только там. Непонятно. То есть вот моя реакция. То есть это от иронической до трагической, на самом деле, реакция, то есть в том смысле, что, ну, конечно, это дикая ошибка кадровая. Ну, как бы, смотрите, тот же Ради Хабиров, когда его критиковали за то, что он не отправляет в отставку Абдрахманова, он говорил, что он все-таки менеджер-эффективный, что при нем там много хорошего в Ишимбай сделано, там что-то отремонтировано, построено. Только вы вот не оцениваете его, значит, вот эту положительную сторону, а теперь вот смогут оценить все. Вдруг шанс все-таки надо дать человеку, и он проявится. А основываясь на чем? На том, что он за бюджетный счет заасфальтировал дороги, так он и так это должен был делать там. Да нет, никаких реальных достижений там нет. Это абсолютно фикция, это все, ну, пустые слова. То есть, и я не вижу оснований. То есть, и вот подобного уровня карьерный рост, ну, он очень забавно выглядит, но с точки зрения квалификации. А господин Абдрахманов в курсе вообще, как устроена работа правительства? Он там поработал хотя бы один день? Хоть на какой-нибудь должности? Потому что, вообще-то, опыт — это высшая ступень познания, насколько нам сообщал Карл Маркс в свое время, да? То есть, у него нет никакого опыта управленческой работы такого уровня, и он попадает на руководство, ну, фактически, аппаратом правительства. А мы готовы рисковать вообще, вот в таком смысле, чтобы там дезорганизовать целое правительство целого региона, если вдруг не получится? Смотрите, он будет руководить аппаратом правительства, где руководит хотя бы формально премьер-министр Андрей Назаров. А сейчас вы говорите, что решение принимает Ради Хабиров. Казалось бы, если бы речь шла про администрацию главы республики, было бы это вот... Ну, Абдрахманов вообще-то собирался в администрацию, но ему объяснили, что надо бы, значит, там немножко посидеть с другой стороны Белого дома. Там недостаточно кадров Хабирова, недостаточно ушей и глаз, соответственно, вот пришлось пока там. Но он, насколько я знаю, очень опечален тем, что его не на ту сторону взяли. В ту половину, где ремонт скромнее, да? Нет, где проще, на самом деле, не особенно нужно напрягаться, а нужно только служить хозяину. А в правительстве всё-таки надо работать, тем более, что речь идёт об аппаратной деятельности, а она очень непростая, то есть чисто процедурно. То есть управление административными процессами внутри правительства — это вовсе не принятие хозяйственных решений, это именно управленческие решения. Причём здесь Абдрахманов совершенно непонятно. Потому что, ну, на мой взгляд, на мой субъективный взгляд, из него такой же управленец, как из меня, как бы там, оперный певец, да? Вот. Из меня очень плохой оперный певец. То есть в некотором роде, давайте попытаемся пояснить, да, слушателям Абдрахманов должен будет, по сути, решать, кто на какой позиции будет теперь работать, да? То есть людьми, в том числе старше себя, по всем признакам он должен будет руководить. Хотя в функции руководителя аппарата правительства входят разнообразные обязанности. В том числе и довольно серьёзные кадровые решения. И внутри самого правительства. Ведь, понимаете, правительство — это ведь не только министры и замминистры. Это только верхушка, это красивые пиджаки. Это, ну, довольно сложная и довольно сложная, трудная работа во многих направлениях, да? То есть вот Эльвира Туканова у нас не справилась, да? То есть многие не справляются, очень много буксующих министерств. Почему? Потому что там кто-то не так работает, не в том направлении движется, ещё что-то там. То есть во всех этих процессах будет принимать участие господин Абдрахманов. То есть он что будет? Он как будет решать? Компетенции у него нет. У него только и кулаки. Ну, хорошо, если он будет в маске и в камуфляже. Мы его узнаем. А если он будет ходить там в синем пиджаке, как все? То есть, ну, у меня это, я говорю, вызывает какое-то отропе, честно говоря. Вот такое кадровое решение, это, ну, а кого он, кем он назначит ещё своих друзей в следующий раз? А вдруг он решит, какого-нибудь своего хорошего друга сделать главврачом больницы без должного образования или там опыта? Что ещё взбредёт в голову Хабирова? Ну, вот на мой взгляд, это опасное решение. Опасное для стабильности власти в республике. Даже той, что была в последней... Ну, конечно, да. То есть, можно дестабилизировать, вот, некомпетентный работник может легко дестабилизировать процессы внутри предприятия или там организации, да? То есть, он придёт и наломает дров, потом будем ремонтировать, да? Вчера на оперативке любопытный был момент по поводу скамейки, да, которая, оказывается, длинная, по словам Радья Хабирова. Он таким образом пригрозил Алану Морзаеву, человеку, на которого вечно всех собак спускают. И даже иной раз жалко, по-моему, становится человека, который относительно открыт, например, да? Вообще не с журналистами, в частности. Что вы по этому поводу думаете? Ну, во-первых, это была не угроза, а неуклюжая шутка. Я так, по крайней мере, расцениваю. Ну, такая... Ну, такой юмор у Хабирова. Вот. Во-вторых, конечно, это, ну, желаемое за действительное. Никакой скамейки нет. И никаких там молодых не сидит на этой скамейке. А, ну, судя по последним событиям, там уже вообще никого нет. То есть приходится там собирать какие-то вот эти... Лепить из того, что было. Так что, ну, оговорка по Фрейду. Ну, то есть Алану Морзаеву ничего не угрожает? Я думаю, что нет. Ага. А сегодня объявлено об отставке председателя Госкома, уже министерства даже по туризму Эльмиры Тукановой. Кстати, ведомство стало министерством при ней. Казалось бы, все идет хорошо. А стала она во главе этого ведомства в феврале. Только даже года нет. И тут вот такое решение. Комментарий, к сожалению, у нее получить нам не удалось пока. Вы что думаете? Ну, исходя из того, что, во-первых, она написала заявление по собственному желанию, я думаю, что... Ну, пока я еще не склонен считать, что там кто-то бежит с корабля, да, виляя хвостом. Но какие-то признаки этого появляются. Потому что, ну, вот внезапные отставки – это всегда признаки нестабильности. И еще там, условно говоря, там пару недель назад об этом речь не шло. То есть, по моим данным, по крайней мере, то есть Эльвира Туканова не была в зоне риска отставок там, значит, в правительстве. И вдруг вот так. Ну, она вообще странный персонаж. То есть, откуда взялась и зачем пришла, непонятно. Тоже, на мой взгляд, это некий продукт кадрового голода, каких-то там случайных советов или там рекомендаций и прочего. То есть, это неосмысленное кадровое решение было. И, собственно, карьера ее, знаете, завершилась тоже вот так вот. То есть, человек даже не заработал себе пенсию министерскую. Надо было год продержать. А это направление вообще как-то можно, на ваш взгляд, развить? Вот, я не знаю, если применить эффективный подход, шансы есть вообще в республике у этого направления? Тут вопрос КПА. Если требовать от министра туризма результатов, там, не знаю, там, какой-нибудь Анталии, Хургада или на худой конец Крыма, то это бессмысленно абсолютно. То есть, никто никогда не превратит Башкирию в туристическую Мекку. Придать некую большую привлекательность и до какого-то уровня повысить туристический поток, да, конечно, можно. То есть, как говорил Иосиф Бродский, не существует некрасивой природы, да. То есть, она везде красивая и везде можно создать некий привлекательный образ. Вопрос целеполагания. Я не знаю, то ли все наши башлыки испытывают иллюзию о том, что, ну, есть какие-то волшебные министры туризма, которые смогут превратить Башкирию там в Анталию. Нет. Значит, ставьте более реальные задачи. Но, к сожалению, еще и тут и специалисты у нас такие, вот, как вот Эльвира Туканова, то есть, типичный туристический менеджер от государства, да, который приходит и начинает свою работу с ребрендинга. То есть, это всегда так. Вот пришел и делает ребрендинг. То есть, каким бы хорошим брендом ни был регион, он все равно будет делать ребрендинг. Это, к сожалению, такая уже, ну, стереотипная история. Дальше интерес теряется, потом, значит, собираются какие-нибудь тревел-блогеры в красных трусах, запускаются на какую-нибудь соседнюю гору, делают оттуда какие-нибудь, значит, постики и репортажи, и, в общем-то, считается функцией выполненной. То есть, вот это вот из раза в раз и нафиков точно так же действовал, и Туканова, и их предшественники, и прочее, прочее. То есть, наверное, надо менять цели и полагания для Министерства туризма, то есть, и вот, и спрашивать потом, соответственно. То есть, я думаю, вот. Почему она ушла? Ну, сложно сказать, я пока не готов. Понятно. Это сегодня внезапно произошло. Немножко о глобальном. На днях перепись закончилась. У нас уже очистится, что в Башкирии жителей стало больше, в России там тоже, видимо, больше, судя по тому, что за 100% перевалили. Как вы оцениваете? Ну, как такую легкую стадию помешательства. То есть, заявляющие о том, что 100% жителей Башкирии приняли участие в переписи, а об этом заявил вот этот господин Ганиев и с восторгом повторил это все Хабиров, но заявляющие этого либо они претендуют на Нобелевку, либо на Кащенко. То есть, одно из двух давайте выбирать, да? Ну, в прошлой переписи, которая произошла 11 лет назад, у нас тут так вот сместилась же перепись, по официальным данным приняло участие 55% населения. Тогда не было ковида, тогда было все по-другому. То есть, физически приняли участие, остальные были дописаны, ну, то есть, на основании там состатистических данных. Ну, по разным оценкам, в том числе и Эхо Москвы, и многие СМИ проводили опросы, и более, ну, глобальные СМИ, и новые газеты, и так далее, от 36% до 52% людей вообще хоть как-нибудь принимали участие в переписи. То есть, на сайте госуслуг, или там физически с переписчиками, или еще как-то. Все. То есть, вот где-то в этом диапазоне находится правда. Все остальное наглое, вранье. Вот так я могу оценить. А прирост населения, да, конечно, Хабирова очень беспокоила, что население опустится ниже отметки в 4 миллиона человек. Как оно могло вырасти? Ну, это гениальная задумка насчет сибирских пенсионеров. Это просто гениальная задумка. Почему у нас не появились африканские пенсионеры, московские пенсионеры? Ну, видимо, это на будущее заготовочки. То есть, люди, которые не зарегистрированы в Башкирии, но постоянно там проживают. «Пойди, проверь» называется, да? Около 100 тысяч таких людей приписали нам. Я думаю, что даже больше 100 тысяч приписали, потому что объективно мы ежедневно теряем там 30 человек на ковиде. Уболь населения огромная, детская смертность рекордная. Все это вот так, вот так в Башкирии. Но у нас растет население, ну, по крайней мере, в сознании ради Фаридовича. Это каких-то преференций даст со стороны федерала? Я не знаю, денег больше будет? Просто я это представляю себе как очень негативное явление, когда статистика совершенно не вяжется с реальностью. То есть, управленческие решения от этого все летит к чертям, по-моему. Это очень негативная история, да. То есть, это базовые данные, на которых все время основываются при принятии серьезных решений. Завышение населения выгодно, естественно, региональным властям, ну, для придания значимости региону, во-первых. Во-вторых, значит, ну, там, вот мы там седьмой регион по населению в Российской Федерации. Ну, у них ухры-мухры, да, из 84. То есть, это, конечно, чем больше регион, тем выгоднее, естественно, властям позиционировать себя на федеральном уровне. Ну, и еще есть всевозможные осигнования, которые тоже привязаны к населению. То есть, в том числе, численность, например, правоохранительных органов, численность административных органов власти. Ну, то есть, они там на тысячу населения, на сто тысяч населения и так далее, и так далее. Так что, нет, это в любом случае выгодно местным властям. Но, повторюсь, здесь был психологический момент. Хабирову нельзя было допустить, по крайней мере, хотя бы на словах даже, что там население в Башкирии упало ниже 4 миллионов, а в Татарстане, например, выросло. Ну, то есть, это безвечная наша проблема, да. Башкир-татарские отношения. Так что, ну, он укрепился. Он вообще о результатах переписи стал говорить до того, как она закончилась. То есть, видимо, у него были какие-то астральные сигналы, он их получил, переработал и выдал результаты. Так что, ну, было понятно, какую задачу поставлены Ганиеву. То есть, и вот вчера на оперативке мы видели, как они слились в экстазе оба и друг друга поздравляли. В состав президиума Госсовета ради Хабирова вернулся. Для него это важно, вы считаете? Ну, это рабочий момент. Идет ротация постоянно. То есть, губернаторы входят и выходят из этого состава по списку и по графику. А соседний Татарстан, что мы сейчас с вами упомянули, он еще раз взбрыкнул по поводу вот этого закона о, как он там называется? То, что президент у нас один. Это вроде как, конечно, ничем не кончается. У нас сейчас любые претензии из регионов можно легко продавить сверху. Но все-таки пытались. Это как вообще объясняется? Очень традиционная позиция наших соседей. То есть, они тогда, ну, это такая была очень ловкая такая позиция, очень такая интересная уловка. Когда это прозвучало, помните, да, значит, Кадыров. Кадыров первым инициировал, он сказал, что я не могу себя здесь, значит, чувствовать президентом, у нас президент один. Хамитов один из первых поддержал. Мы будем перед Кадыровым заранее извиняться? Давайте, да. Заранее. Да, извините, пожалуйста, Радзат Ахматович, если мы вас чем-то оскорбили. Вот Кадыров это инициировал. Хамитов тогда прямо охотно поддержал, дескать, я и сам хотел предложить, но стеснялся. А Татарстан промолчал. Тогда они не протестовали, они промолчали. И им за это ничего не было. И с тех пор они долгие годы сохранили должность президента. Не думаю, что сейчас им это удастся, юридически. То есть из бланков слово президент, конечно, исчезнет. Но они свое фи высказали. И они это сделали к своей очень большой выгоде с точки зрения поддержки населения. Население видит, что, например, парламент Татарстана не согласился с этим. Ну, несмотря на то, что результата не будет, но зато не согласился. — Ведь еще в этом же законе есть обнуление сроков губернаторов. Теперь они де-факто могут вечно править. На ваш взгляд, это как бы имеет значение? Или и так оно нормально было? — Ну, это касается немногих губернаторов, потому что произошла довольно многочисленная замена. Многие из них первый раз. Кому-то это на руку. Ну, это некая калька ситуации с Путиным. То есть принципы распространяются, метастазы идут по политической системе страны. Так что не вижу здесь какого-то большого значения этого закона. Ну, кто-то из губернаторов получает некий шанс пойти на третий срок. Их очень немного. И губернаторы такие, такой скоропортящийся продукт теперь в России. И они, еще меньший срок у них будет в дальнейшем, что, ну, я думаю, что на три срока будут оставаться единицы губернаторов. Самых одаренных, типа вот петербургского этого. Но вы имеете в виду в случае сохранения нынешнего статуса КВО? Ну, конечно. В глобальном смысле. Буквально пара-тройка минут до конца. Хотелось бы все-таки в Уфу вернуться. У нас тут какая-никакая жизнь продолжается. Мы даже готовимся к 450-летию, которая случится через пару лет. Готовимся пока, наверное, только на словах. Или вы видите реальное какое-то движение в этом направлении? Нет, движения реальных нет. Реальное движение — это когда будет готова полностью программа, защищена в правительстве Российской Федерации, представлена там в необходимой инстанции, и когда будет принято решение о финансировании. Сейчас все это абсолютная болтология. То есть все вот эти прожекты, проекты, и там Саша Сидякин со своей там евразийской библиотекой и прочее, это все, ну, абсолютно чушь на постном масле пока. До тех пор, пока не появится для этого реальное обоснование финансирования. То есть так что, ну, пока говорить не о чем, только о намерении. Хорошо. А вот отдельные направления, что ли, деятельности администрации Уфы и жизнедеятельности города. Борьба некоторых жителей с застройщиками по поводу высотной застройки. Где-то вроде были успешные у нас примеры, Хабиров лично вмешивался и так далее. Но проблемы от этого не решились. Непонятно, что у нас с главным архитектором и так далее. То есть вы видите, что выход из этой всей сложной ситуации будет в обозримом будущем? Ну, безусловно, с уходом Хабирова и Грекова и всей вот этой шимбайской тусовочке, наверное, наметится какой-то вот конец. А разве не до них проблемы были созданы? Они как раз пытаются их разрулить. Проблемы многие были созданы и до них, но то, как они их пытаются разрулить, вот это вот кишки порвете и прочее, прочее. То есть это только усугубляет эти проблемы. Сейчас просто пачками отменяются решения, и администрации города, и администрации Хабирова и прочее. То есть вот Веденеевский сейчас требует вернуть разрешение на строительство. Значит, ПСК-6 на Конституции-5, значит, все эти истерики и прочие подковерные игры закончились ничем. Ну, собственно, де-юра и нашата Руставелью можно начинать заново строить, потому что вот это кишки порвете, это не юридический термин и прочее. То есть это говорит о том, что Хабиров, ну, и его команда, они вот пытаясь пользоваться вот этим вот административным ресурсом, они его, по сути, исчерпали. А сейчас наступил момент, когда по закону отменяются их решения. То есть они делают только хуже. А как вы оцениваете противостояние, более-менее организованное, я имею в виду противостояние, части общественников? Вот Дворы Наши, Кашапов, Зотоварищи? По Парку Гафури? Да. Ну, как я оцениваю? Оцениваю как результативную акцию. То есть в конечном итоге они получили, ну, ощутимый результат. И я думаю, что Жилстроинвест еще, ну, огребет достаточно много неприятностей в ближайшем будущем. Ну, то есть по результатам всевозможных этих проверок и так далее, сейчас открыто уголовное дело по фальсификации генплана УФИ. То есть три эпизода, это уже не шутка. И сейчас, значит, вытащат на свет божью деятельность там и мэрии, и Мустафина. И в конечном итоге, опять же, администрации Хабирова. И это опять будет то, о чем я говорил. Вот это кишки порвете, как принцип решения проблем. Новый Гурсовет, на ваш взгляд, имеет шанс стать более открытой структурой, прислушаться к журналистам, например, которые обратились? Единого шанса не имеет. Ну, на мой взгляд. Отсвечаю кратко. Ну, там есть, там, Валериан Гагин, в конце концов, человек, который декларирует открытую структурой. Человек Качкаева, плоть от плоти старой власти Башкирии. Я имею в виду Гагина. Не питайте иллюзий. Понятно. Спасибо. Спасибо, на этом будем заканчивать. Время истекает. В программе персонально ваш. Сегодня гостем был политехнолог Андрей Пателицын. Меня зовут Руслан Валиев. До новых встреч в Наихе. До свидания. До свидания.